Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории, в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли, после этого, или там до этого уже времена, путаются изюм, красный лиман. И как-то у нас все не складывается. Как оценивает это интервью Пригожина и сложившуюся ситуацию, известный российский политолог Кирилл Рогов. Вот что он ранее рассказал в беседе с нашими коллегами из программы ДВ Новости Шоу. Мода, которую ввел действительно Пригожин и его военкоры, И это есть некоторый такой раскол, да, между, раскол партии войны, партии войны в России на партию там истинной войны и неистинной войны, да, недостаточными сторонниками войны. При этом истинные сторонники войны восприняли риторику Пригожина, Которую, как бы, они объявляют, обвиняют во всех неудачах военную бюрократию, связанную с Министерством обороны, И противопоставляют ей такой народный военный дух. Но при этом интересно действительно, что в Пригожинском исполнении, Это было в последних его интервью, и довольно ясно видно, Есть представление о том, что эта война не может закончиться для России победой, О чем, в общем, что довольно ясно звучит в его словах. И это распространяющееся представление, оно такое, ну, оказывается достаточно фундаментальным даже для элит, И даже для провоенных элит в России, что довольно удивительно. По ходу дела, действительно, он формирует несколько иную концепцию, несколько иной взгляд на войну. В частности, этот взгляд, как бы, продвигает тему, что все-таки война была ошибкой, И из этой ошибки надо как-то вылезать, что кончится она победой не может. Украинская армия очень сильная, вторая по численности, по силе в мире после армии Вагнера. И что, в общем, надо с этим заканчивать, он как этого не говорит, но это, как бы, вытекает из той картинки, да, которую он рисует. Он рассказывает в своем вчерашнем интервью людям, что вот надо приготовиться, война будет очень трудной, Многих убьют, надо будет затянуть пояса, от всего отказаться, и хотя в конце победы не будет, все равно мы вот будем так жить. Естественно, он как бы предлагает людям сделать выводы, что это, в общем, никому не нужно. Но, по всей видимости, как это и раньше мне казалось, и я это комментировал, как бы главный месседж Пригожина, с которым он выступает уже много месяцев, с декабря примерно, в публичном пространстве с декабря 22-го года, это то, что во всем виновата Министерство обороны, которое предает фронт, и поэтому у нас все не слава богу. Ну и еще во вчерашнем интервью мы услышали, что в отличие от плохого Министерства обороны, есть там хорошее ФСБ, которое, например, подготовило крымскую операцию и прекрасно провела. То есть это такая борьба за назначение виновного в неудачах, и Пригожин находится на ее передовой и назначает виновными военных, отмазывая ФСБ.